Друзья, всем доброго времени суток. Ну что, мы подготовили для вас обзор, который вы давно хотели, и готовы дать комментарий по работе IKEA и по работе конкретно служб сервиса, служб доставки и главное колл-центра. Для тех, кто первый раз попал на наш канал, мы являемся службой доставки товаров IKEA в своем регионе, конкретно работаем с городом Саранск. У нас есть в закрепленных видео маленькое такое видео, которое вы можете посмотреть, узнать о том, чем мы можем быть вам полезны. Здесь сейчас, в текущем моменте, собрано большое количество отзывов, их очень-очень много. Если каждый сейчас зачитывает это, ну реально уйдет много времени, я хочу вам дать общую концепцию, какие у людей в основном претензии к IKEA, что людям не нравится и где людям бы хотелось улучшить, потому что все-таки IKEA славится своим сервисом по отношению к людям, по отношению к клиентам и, знаете, клиент-ориентированность вроде как стоит на первом месте. Сегодня мы с вами, значит, разберемся с отзывами. Я дам комментарий на несколько отзывов, приведу несколько примеров. Попробуем позвонить на горячую линию самостоятельно с вами в режиме реального времени и связаться через чат, через бота, попробовать выйти на оператора, то есть описав, ну, какую-то, например, определенную проблему. Итак, поехали. Первое – это отзывы. С чем же сталкиваются живые люди, которые напрямую обращаются в IKEA? Не через посредников, а сами. Вот сразу здесь хочу сказать, чем хороша работа, например, нас, посредников. Все вот эти вопросы мы для клиента закрываем. То есть клиент, голова не болит о браке, о возвратах, о дефектах. Ну, по крайней мере, могу сказать за себя, за нашу службу доставки про IKEA. Если брак возник у клиента, он обращается к нам, дальше мы уже решаем его вопросы. Поэтому те, кто считает, что да, как бы вот, посредники берут процент, сори, но IKEA тоже берет процент за свою доставку. То есть и там деньги, и здесь деньги. Но в случае каких-то проблем с посредниками решить их легче. Я бы разделила категории претензий на несколько блоков. Первое – это длительность ответа горячей линии. То есть когда у тебя возникает какая-то проблема, у тебя возникает вопрос, ты не можешь напрямую обратиться к IKEA, например, ну, условно, IKEA Краснодар. Вот она для нас сейчас ближайшая. То есть что-то мы купили, у нас что-то пошло не так. Я напрямую с магазином, увы, связаться не могу от слова совсем. Мне приходится звонить на горячую линию. Сейчас мы с вами подтвердим это звонком. Долгое время ожидать, и то меня напрямую не свяжет. Кул-центр находится в определенном месте. Там сидят просто операторы, которые по скриптам четко работают и распределяют наши с вами звонки и претензии по разным регионам и по разным отделам. То есть кого куда нужно отправить. То есть сами операторы, по факту, которые сидят в кул-центре, они как раз выполняют только эту функцию. То есть они проблему брака ни вам, ни мне не решат. Поэтому, честно, мы через горячую линию не работаем от слова совсем. У нас есть свой личный менеджер в Икеа, в Нижнем Новгороде, к которому мы прикреплены. И вопросы мы решаем все лично. По бракам, по возвратам, по гарантийным случаям у клиентов. Поэтому я считаю, что только за это стоит платить посредникам. Следующая проблема, с которой сталкивается большое количество людей. Это сложный обмен именно товара, которые менее 5 килограмм. То есть какие-то мелкие предметы. Кран, например, смеситель. Не кусок от какой-то мебели, а что-то вот такое мелкое, дорогостоящее, которое вы никак не можете сами отвезти. Потому что я больше чем уверена, если у вас лопатка за 69 рублей повредилась, там что-то не так, никто не пойдет, просто люди оставят ее в покое и все. То есть вы обязаны сами привезти товар в магазин. И в случае больших городов это затруднительно. Если же мы говорим про другой город, в котором нет Икеи, то это, ребята, услуга платная. То есть вы за возврат чаще всего приходится платить. Потому что Икея бесплатно не забирает. То есть если не брак, например, если вам товар не понравился. Если брак, то здесь нужно будет это согласовывать. Опять это длительное время. С учетом текущих ритмов жизни люди не любят этим заниматься. Элементарно, порой думаешь, ну его нафиг не буду, я даже ковыряться, бог с ним, пусть лежит этот товар. То есть это и длительность, это тоже. Следующий момент. Если у нас возникает гарантийный случай. Вот это самый квест, который чаще всего происходит. Потому что нужно заполнить кучу документов, подтвердить фотографиями, подтвердить видео, состыковать этот обмен, доказать, что у вас, да, это не в процессе эксплуатации, что это заводской брак. Такие моменты тоже имеют место быть. И вот за наши почти уже 12 лет работы, ну брак, скажем так, каждый месяц какие-то моменты по браку возникают. То есть вот людей можно разделить на три категории. Это брак, это длительность ответа и это сложность с обменом. Еще такой момент. Смотрите, если вы товар оплачивали картой, то либо только вы с картой обязаны явиться на сервис, либо человек, например, от вашего имени, но только на внутреннюю карту Ikea. Опять, да, живые деньги не получишь. Казалось бы, тогда получается проще покупать за наличку, тогда проще с обменом. Да, реально, ребята, в этой ситуации так и есть. Еще мой личный, вот прям вот наболевший. У Ikea поменялся личный кабинет раздел Ikea Family. И, например, мои личные покупки, которые мы делали там в 10-м году, в 8-м году, ну длительный все-таки срок, я их уже не вижу. То есть все, у меня сменился номер карты, потому что карта Ikea Family периодически обновлялась. Она у нас была финансовая на тот момент. И я теперь своих покупок не нахожу. Вот это реально фигово, скажем так. Поэтому, когда мы работали с Ikea, мы недолго работали с Ikea как с визлицем, мы все вот это хлебнули на своем собственном примере. То есть с юрлицами хотя бы попроще. Давайте сейчас зачитаю несколько отзывов. Они будут продублированы на экране, чтобы у вас было понимание все-таки, да, не голословиться. Кстати, брак. Довольно часто, вот, Саммер Часерник, довольно часто кладут в брак заказы, именно по личному опыту. Живу в Краснодаре, Ikea в регионе есть, но нет личного транспорта. Средний чек поездки на такси примерно то же самое, что Ikea возьмет за услугу доставки. Ну, смысл тратить время? Ikea привезет, казалось бы. Пыталась пользоваться доставкой, получая где-то 30% брака. Причем сотрудники совершенно свободно кладут в заказ вещи совершенно видимыми повреждениями. Ребят, вот знаете, что могу прокомментировать? Да, такое имеет место быть. Сотрудников постоянно принимают, люди просто вот, ну, стоит товар, да, особенно который не в упаковках стоит. Стоит какие-то кружки, допустим, вазы. Человек просто подходит, смотрит артикульный номер, берет складывается. Он не осматривает его, как, например, осматривают посредники со всех сторон. Я думаю, вы много раз видели, когда люди в спецодежде просто собирают. Ну, это ни для кого не секрет, и для самой Ikea. Они, конечно, с этим борются, но, к сожалению, только вы можете здесь помочь, когда постоянно по этому поводу пишете претензии. Возможно, услышат, но мы уже привыкли к тому, что нас не слышат и не воспринимают как информацию. Поэтому, если только будете заваливать большим количеством комментариев по этому поводу, писать претензии. Дальше. Пример Анастасии Сороченко. В самих вопросах сервиса и обратной связи Ikea деградирует просто стремительно. Если несколько лет назад я могла позвонить конкретно в свой магазин, года два-три назад получить не очень быструю, но полезную консультацию по телефону, то теперь уже дозвониться я не могу. О чем я вам уже и говорила. То есть постоянные комментарии у людей в фейсбуке, в группе ВК, касаемо того, что они вообще не могут связаться. Здесь девушка прикладывает дальше целую переписку с Ikea России, как она пыталась дозвониться по поводу дивана. Диван дорогой, кожаный, куплен 3-4 года назад, но, к сожалению, сложно было добиться правды. Это вот все-все-все-все-все переписка у человека с Ikea. Так, вот здесь еще тоже такой момент. С одной стороны курьезный, с другой стороны не было бы, да, грустно, как ситуация нелепа. Девушка красивая, молодая, вечером принимает икеевскую заставку. Грузчик и водитель, один из которых просто начинает распускать руки. То есть вопрос о чем? Вопрос о кадрах, что никто людей этих не контролит и реально вы можете попасть на кого угодно. Поэтому здесь, наверное, только рекомендация принимать с кем-то, потому что в противном случае... Ну, я, честно, с таким не сталкивалась ни разу. Наши клиенты, слава богу, тоже. Ну, я думаю, это может быть, наверное, у любого магазина, где есть такие вот нелицеприятные личности. Дальше еще один пример. Дальше, думаю, мы пойдем с вами уже звонить, пробовать, как у нас это выйдет на данный момент. Заказала товар через интернет-магазин, матрас, речное дно. Привезли в срок, но не довезли речное дно, вторую половину, так как оно было с браком. Накладной отметили, сразу связались, сказали, что товар поступит на склад через несколько дней. Поступило сообщение в определенный день, что поставки не было и перенесли на следующий день. В общем, суть такая, у человека товар с браком, а на данный момент в магазине его нет. И доставку постоянно переносит, переносит, переносит. То есть, судя по переписке, человек уже вторую неделю ждет товар, так до сих пор нет точного срока. Увы, имеет место быть, очень вообще фигово сейчас с наличием, очень фигово. И многие товары мы, например, просто бронируем. Мы бронируем напрямую с приходов, с завода, и они даже не доходят до обычного покупателя, который пришел. У обычных покупателей, к сожалению, такой функции нет. Так, друзья, ну что, давайте тестить, за сколько дозвонимся мы. На сайте, сейчас у меня открыт сайт IKEA, везде написано, что в связи с техническими проблемами телефоны Центра поддержки клиентов могут быть недоступны. По всем вопросам просим обращаться в чат. Сначала мы с вами попробуем дозвониться, назовем несколько проблем, которые нам, например, озвучивали подписчики, спросим, как, что делать, очень надеюсь, что дозвонимся, а потом будем через запись экрана вам показывать общение с оператором в чате. Ну что, поехали? Номер был заранее набран, 8 800 234 55 66. Хей! Так мы говорим привет по-шведски. Вы позвонили в IKEA. Наши магазины открыты для посещения. Обращаем ваше внимание, что правила посещения магазинов в разных городах могут отличаться. Уточняйте актуальную информацию на нашем сайте. Если вы знаете добавочный, нажмите «Решенка». Пожалуйста, выберите интересующий вас пункт «Обслуживание юридических лиц» 1. Наличие товара, режим работы или другая информация о магазинах 2. Оформить покупку или узнать информацию о товарах и услугах 3. Статус заказа или помощь после покупки 4. Так, ну нам логически нужна помощь после покупки. У нас условная ситуация брака. Проверить статус заказа вы можете, не дожидаясь ответа оператора. Нажмите «0» для получения ссылки на нужную страницу. По этой ссылке вы также можете внести изменения или отменить заказ. Узнать статус заказа или внести изменения в заказ 1. Отбравить претензию по качеству услуг 2. Гарантийное обслуживание бытовой техники 3. Создать обращение на отмен или возврат товара 4. Возврат в предыдущее меню звездочка. Вы можете вернуть товары, которые не были в использовании в течение 365 дней с момента покупки. Для возврата товаров, независимо от способа покупки, вы можете обратиться в ближайший к вам магазин в отдел «Икеа-сервис». Также вы можете оформить возвратную доставку через оператора. Услуга платная. Подробные условия и политика обмена и возврата доступны на нашем сайте. Обращаем ваше внимание, что в связи с закрытием магазинов в Москве, Московской области и Нижнем Новгороде, сроки возврата товаров продлены на срок, равный количеству нерабочих дней. Соединяем с оператором. Пожалуйста, оцените качество обслуживания после разговора. Если вы согласны получить СМС-сообщение со ссылкой на опрос, нажмите «1». Разговор с оператором может записываться. Продолжая разговор, вы соглашаетесь с положением об обработке и защите персональных данных, с которым вы можете ознакомиться на нашем сайте. Две с половиной минуты ушло на то, чтобы попасть в меню к оператору. Сейчас все операторы заняты. Ваш номер в очереди 43. 43 номер. Две минуты, почти три минуты ушло на дозвон с оператором. Проще сделать, не прослушивая, нажать номер два раза цифру 4. Ну, а дальше, наверное, откладывать телефон в сторону, заниматься своими делами, ждать, когда к нам подойдет очередь. Потому что просто так сидеть минимум 45 минут, как-то это не сильно прельщает. Ну что, давайте ждать, как дозвонимся. Посмотрим, сколько времени на это уйдет. Сейчас все операторы заняты. Ваш номер в очереди 43. Так, шла 20-я минута. Весенняя на телефоне. Сейчас все операторы заняты. Ваш номер в очереди 28. 43. Сейчас мы встали 28-й. Сейчас все операторы заняты. Ваш номер в очереди 8. Так, друзья, мы 52-ю минуту ждем. Я сейчас убавляю, потому что меня уже от этого дядечки подташнивает. Номер в очереди 8. И, вы знаете, это мы параллельно сидели, каждый занимался своей работой. Если мы реально берем ситуацию, когда у вас какой-то брак, когда у вас проблема серьезная, и вы не знаете, что делать, а вы не можете почти час дозвониться до горячей линии, просто у нас сейчас два варианта. Либо сорвется звонок, либо мы дозвонимся. То есть у нас осталось буквально 7-8 минут эксперимента. И теперь я понимаю, когда мы приезжаем непосредственно ногами в магазин для съемок, и если мы обращаемся по своим каким-то делам в Икеа-сервис, либо мы обращаемся, когда мы в Нижнем Новгороде, по возврату на своих клиентов как служба доставки, теперь я понимаю негатив людей, почему они приходят и готовы этих бедных сотрудников в сервисе на местах просто скушать. Вот прямо это вот я подбираю слова, очень подбираю тщательно. Потому что ждать час ответа от крупного бренда, от, я бы сказала, самого, наверное, крупного на территории России, но это просто нереально. Честно. Причем других способов связи просто нет. С учетом того, что сейчас есть ограничения, и ногами попасть нельзя, это опять же при условии, что Икеа есть в городе. А если Икеи в городе нет, то что с этим товаром делать? Это просто нереально. Поэтому я очень надеюсь, что Икеа нас услышит, и хотя бы начнет колл-центр работать более оперативно, но не по часу ждать. Неужели так трудно пригласить еще операторов хотя бы на ту же удаленку? Потому что я вот сравниваю, например, с Тиньковым. Крупный банк, которым мы обслуживаемся. Я могу бы занять два часа ночи, мне ответит дежурный оператор, который работает с юрлицами. Я не думаю, что у Тинькова клиентов меньше. Но хотя, может быть, я ошибаюсь. Кстати, если есть сотрудники Тинькова, напишите, сколько у вас клиентов. Давайте сравним с Икеей. Так, 53-я минута у нас висит. Наверное, будем продолжать эксперимент до срыва. А еще у нас с вами есть чат. Дима мне не показывал, как связаться. Я потыкалась сама. И мне уже, честно, хочется все это послать лесом. Потому что мы сегодня целый день... Музыка. Мы сегодня практически целый день. У нас ушел на дозвоны, на пытание связаться с Икеей. Ну, ты его время покажи на телефоне. Что вам обманывать-то будем? 54-я минута. А начали записывать 2 часа. Примерно. Не помню уже по времени, во сколько ночи. Но было светло. Сейчас уже темно. Ну что, мы пока отключаемся? Ну, дождемся, наверное. Сейчас у нас или телефон обрубится, так как МТС у нас ограничение в час. А если не отрубится? Будем ждать. А камеру включать не будем? Не, ну, выключимся и... Сейчас все операторы заняты. Ваш номер в очереди 7. Вот видишь, какое счастье. Какое счастье. За 5 минут один номерок прошел. Ну, мы сейчас, смотрите, уже четвертый уже. Так, у нас 57-я минута идет. 56-50 сейчас. И мы... Дим, каким мы в очереди? Четвертый. Четвертый. Я уже все. Я не слышу. Че он тебе говорит? Я уже все. Все операторы заняты. Ваш номер в очереди 4. Так, вот я не знаю. У нас реально осталось минута 10 секунд. Мы вторые в очереди. Мне сейчас очень интересно. Разъединить нас МТС? Или мы дозвонимся? В общем, ситуация такая. Мы берем артикульный номер крана. Условно мы его купили там 3-4 месяца назад. Чеков у нас нет. Че нам делать? Смеситель начали устанавливать. Он подтекает. То есть, в принципе, такая... Ну, я взяла прям кран, по которому у нас где-то за последние полгода пару раз был брак. Соответственно, нашим клиентам нижегородский сервис без особых проблем менял. Повторюсь, я не знаю... Да эти... Как бы... Не было бы счастья, да несчастье помогло. Вот тут вот хорошо подходит эта поговорка. То есть, с одной стороны, ты радуешься, что у тебя есть возможность вот с этим дурдомом не сталкиваться. Но, с другой стороны, мне реально жаль обычных покупателей, которые живут в том городе, где есть магазин. Или у которых нет, например, посредников. Или нет посредников честных, потому что среди, увы, отзывов о сервисе мы получали отзывы о посредниках. Да, мы тоже как бы не идеальны, никого идеальных нет. Есть разные моменты возникающие, но мы хотя бы можем решить эти вопросы. Дима... Все. Ровно час. Поздравляю, друзья! Если у вас МТС, и у вас нет Мегафона, Билайна, Теледва и прочих сотовых операторов, у вас нет возможности, к сожалению, дозвониться до Икеи. У нас не получилось. У нас у всего семейства МТС. То есть, чисто технически, если бежать покупать сим-карту другого оператора и пытаться дозвониться. Но час реально времени убит был. То есть, вы видели это своими глазами. Дальше мы сейчас с вами переместимся в запись экрана и будем пытаться решить ту же проблему через оператора в чате, через службу поддержки. Сейчас скажу, со скольки до скольки они работают. Форма обратной связи. Так, смотрите, значит, мы можем заполнить претензию, ну или там, да, отправить письмо, срок ответа от 7 рабочих дней. То есть, по факту, дней 10, получается, вам будут отвечать. Но я думаю, никто не будет ждать столько времени быстрее приехать. Так, и сейчас я зайду специально в чат, посмотрю. Чат работает с 8 до 10 по Москве. Время, в принципе, 7 вечера. Мы с вами сейчас пойдем как раз в самое такое, да, условно пиковое, наверное, люди с работы возвращаются. Мы сейчас с вами пойдем писать в чат, пытаться разобраться, как оно, как там-там ответят с нашим смесителем. СМЕСИТЕЛЬ Так, друзья, ну что, наш эксперимент, можно сказать, подошел к концу. Вы видели все своими глазами в режиме реального времени. Вы видели, сколько времени занимает решение проблемы, что по телефону, что через чат. От себя хочу сказать, вот для чего вообще мы это делали, да? У нас не стояла задача кого-то ткнуть носом, стояла задача просто подтвердить, либо опровергнуть слова наших зрителей. То есть, как оно на самом деле вот сейчас, в 2021 году, что происходит. Я очень надеюсь, что данное видео будет вам полезным. Вы поделитесь им со знакомыми, то есть, чтобы у людей во избежание проблем заранее были, знаете, как говорят, вооружен, предупрежден, значит, вооружен. То есть, заранее человек может уже понимать, что его ждет. И если Икея находится в вашем городе, не тратьте время на звонок, не тратьте время на чат, шуруйте в магазин. Мне жаль сотрудников, которые работают на сервисе. Я не знаю про другие города. Наш Нижний Новгород адекватные менеджеры, но ребята реально вот с языком на плече порой, когда у них по 200-300 человек за смену, и все с претензиями, все с проблемами, и нужно всем помочь. Поэтому вариант, либо в магазин, либо если в вашем городе нет Икеи, тогда ищите посредников, но заранее выясняйте, работают ли с браком, работают ли с возвратом, с обменом, какие сроки, насколько проблематично. То есть, подстелите себе соломки, чтобы потом не было негатива от покупок и не было проблем. Я очень надеюсь, что Икея Россия останется самым лояльным магазином по отношению к своим клиентам и покупателям. Будет радовать нас дальше хорошим качеством, надеемся на это, и хорошим сервисом. На это тоже очень хочется рассчитывать.